добрый день в эфире программа тема дня студии елена ефимова сегодня мы поговорим о том какие проблемы случаются у нас со зрением какие наиболее актуальны и у нас в студии гости нашей студии это ирина валентиновна морозова врач офтальмохирург ретинолог кандидат медицинских наук заведующая лечебным отделом клиники современной офтальмологии имени наталья алексеевна ивановой добрый день также у нас ирина сергеевна эль айде врач офтальмохирург кандидат медицинских наук главный врач клиники современной офтальмологии имени ивановый добрый день и алексей юрьевич соболев Детский врач-офтальмолог детской клиники современной офтальмологии КИДС. Добрый день. Хотелось бы вначале, Ирина Сергеевна, с вами такую вводную часть поговорить с вами. Немножко о своей клинике, о том, чем вы занимаетесь, какое у вас оборудование. То есть о сегодняшнем дне. Наша клиника открыла свои двери в 2004 году под руководством своей основательницы Ивановой Натальи Алексеевны. И до 2015 года клиника носила название «Офтальмологическая клиника «Взгляд». В 2013 году у Натальи Алексеевны не стало, и мы приняли решение переименовать клинику в ее честь. И с 2015 года уже было утверждено новое название. Это клиника современной офтальмологии имени Ивановой Натальи Алексеевны. На сегодняшний день это, наверное, самая крупная в Твери и области частная офтальмологическая клиника по своей структуре, по оснащенности оборудованием и масштабу оказываемых офтальмологических услуг. У нас функционируют две операционных, в одной из которых установлено лазерное и ультразвуковое оборудование для удаления катаракты и имплантации искусственных хрусталиков. Мы имплантируем хрусталики нескольких брендов, в том числе и люксовой линейки. Вторая операционная – это операционная для осуществления эксимер-лазерной коррекции зрения. И на сегодняшний день мы в силах исполнять различные виды эксимер-лазерной коррекции зрения, в том числе и с фемтолазерным сопровождением. Просто я хотела спросить, что действительно, вы оказываете очень современные услуги, помощь, скорее так сказать. Много ли обращаются людей? То есть не замечали, за последние годы увеличивается количество, если сравнить даже? Увеличивается количество пациентов с нарушениями зрения, если мы берем пациентов, которые идут на эксимер-лазерную коррекцию зрения. Даже если посмотреть по ученикам школ, если в наше время, когда мы учились в школах, в классе 1-2-3 было учеников в очках, то сейчас 1-2-3 без очков. Соответственно, эта проблема актуальна, и коррекция зрения является очень хорошей альтернативой очкам, контактным линзам. И если пациентам не противопоказано, мы рекомендуем делать этот вид коррекции. А по возрасту, допустим, больше обращается население молодое, детское, старший возраст, то есть с хроническими заболеваниями какими-то? Ну, здесь есть определенные границы. То есть на данный вид вмешательства подходят пациенты от 18 лет при условии остановившейся близорукости. Ну, если мы про близорукость говорим. И, в принципе, здесь, наверное, возраст не ограничен, да, Ирина Валентиновна? Опять-таки при условии отсутствия сопутствующей глазной патологии. Перед тем, как идти на эту операцию, мы проводим очень тщательное офтальмологическое обследование, потому что противопоказания существуют для этой операции. И если все в порядке, идем на это вмешательство. Ну, я могу сказать, что при гиперметропии, наверное, детский офтальмолог даже лучше это знает, если невозможно подобрать ребенку очки и контактные линзы, чтобы повысить остроту зрения, тогда делается эксимирозная коррекция гиперметропии. Обычно в 3-5 лет. Мы бы тоже могли это делать, но здесь нужно обязательно педиатрическое сопровождение. У нас педиатрическое сопровождение нет. Анестезиологическое. Анестезиологическое, да. Педиатр должен быть анестезиолог. Поэтому эти операции делаются обычно в МНТК, микрохирургии глаза, детские отделения. У нас, да, действительно, близорукость, дальнозоркость, астигматизмы. Ну, а это отрицание стигмоточки на оптической оси, просто неравномерно преломляющие роговицы, радиусы, кривизны главных меридианов. Один больше, другой меньше. Ну, это просто оптика, физика. Ирина Витальевна, раз мы уже начали тогда говорить, можно тогда уже задать вопросы и вам. Вы офтальмолог-ретинолог. Объясните, пожалуйста, что такое ретинология? Ретинология — это отрасль офтальмологии, которая занимается изучением заболеваний сетчатки. Ретина по латыни сетчатка, логос — это наука. Заболевания сетчатки множество и у детей, и у взрослых. Заболевания наследственные, заболевания дистрофические, дегенеративные, опухоли. Потом многие соматические заболевания, общие заболевания у взрослых и детей сопровождаются проявлениями ретинальной патологии. В частности, можно поставить диагноз, если пациент даже не знает, что у него сахарный диабет второго типа, мы смотрим пациенту в глазное дно, находим желтые эксудаты, твердый отек сетчатки, делаем компьютерные исследования сетчатки, отправляем к эндокринологу за лечением диабета. Лейкозы, кровоизлияние, определенные очаги серого цвета инфильтрат, вокруг кровоизлияния. Раннее проявление лейкоза можно найти на глазном дне. Потом даже ВИЧ-инфекция. ВИЧ-инфекция, периферические воспалительные процессы. Ретиниты тоже можем найти. Получается, надо проверять зрение. Мы можем диагностировать, предположить по состоянию глазного дна, что у пациента может быть такая патология, определенно направить его. К сожалению, драматические такие вещи иногда бывают, но тоже сейчас хорошо это все лечится. Находим на глазном дне, на ангиографии в частности, или даже на ОСИТИ, находим метастазы. Пациент приходит, говорит, что я давно был у онколога, уже два года у меня все хорошо. Мы находим, направляем на химиотерапию, точнее на консультацию, а там уже приходит, говорит, что мне назначили, мне стало лучше. А то пришел, глаз стал хуже видеть, там метастаз. Это драматическое состояние, которое сейчас достаточно хорошо лечится нашими, так сказать, коллегами-онкологами в нашем центре онкологическом. Болезни сетчатки могут быть как первичными, возникающими внутри глаза изолированно, или они являются осложнением каких-то общих заболеваний человека, гипертонии, диабета, например? Ну, первичными, конечно, они могут быть. Первичные обычно сталкиваются детские офтальмологи с ними. Это ретинопатия недоношенных у недоношенных детей, которые лечатся серьезно и лазерными операциями в очень-очень раннем периоде, так сказать, детском, до даже сейчас несколько недель. Это очень грустная опухоль ретинобластома, первичная опухоль сетчатки, но тоже сейчас лечатся. Это патологии сосудистые, болезнь гиперлиндау, тоже находят детские офтальмологи. В общем-то, здесь есть и оборудование определенное, которым можно найти эти заболевания, лечатся лазером и хирургически. Это, так сказать, основные заболевания. Первичное заболевание, пигментная биотрофия сетчатки, так называемая, когда дегенеративные изменения в сетчатке, там бывают два типа, доминантный и рецессивный тип. Рецессивный тип начинается очень рано, и с 7 лет, и обычно очень большие проблемы со зрением уже к возрасту 14-15 лет. Доминантный тип, более добрый тип. Мы прервемся, можно? Мы немножко прервемся сейчас на рекламу, а дальше продолжим эту тему, потому что это очень важно, интересно, и нужно знать и нашим радиослушателям, и нашим телезрителям. Мы находимся в студии программы «Тема дня». Я напомню, что сегодня мы говорим о том, как сберечь, сохранить зрение, какие нас могут поджидать риски, какие сейчас наиболее актуальны заболевания. Мы встречаемся с представителями клиники современной офтальмологии имени Натальи Алексеевны Ивановой и продолжаем наш разговор. Ирина Валентиновна, вы как раз начали говорить, отвечать на вопрос, болезни сетчатки могут быть как первичными, возникающими внутри глаза, изолированы, или они являются осложнением каких-то общих заболеваний человека. Если можно, продолжите, пожалуйста. Да, но я говорила о первичных, в частности, тоже ангиоматоз, болезнь Коаца, которая тоже лечится лазером, и тоже детские офтальмологи ее вовремя определяют. Если уже на более поздних стадиях ее найти, то обычно зрение снижено за счет поражения центральной области сетчатки. Ну, а при общих заболеваниях, я уже, конечно, говорила, да, конечно, многие заболевания, это сахарный диабет, гипертоническая болезнь, заболевания почек, что еще? Лейкозы. Ну, вот основные такие. Артериосклероз гипертонический, это уже сказала, все они имеют проявление на сетчатке, и можно прогнозировать даже течение, так сказать, осложненной гипертонической болезни уже, ну, не осложненной, там меня могут кардиологи поправить. Если мы видим склерозированные сосуды на глазном дне, медная проволока, середная проволока, то есть такие сосуды точно мозговые, потому что артерия офтальмика отходит от внутренней сонной, от нее отходят все мозговые сосуды. И здесь, так сказать, можно что-то прогнозировать, и, собственно, сосудистые хирурги начинают лечение. Как диагностировать и найти заболевание сетчатки? Какие методы лечения болезни сетчатки и наблюдения за лечением вы используете именно в вашей клинике? Чтобы диагностировать болезнь сетчатки, нужно оборудование. Сложная оптика. Все диагностическое оборудование, это щелевые лампы или офтальмологические микроскопы, они соединены с лазерами определенными. Лазер-разрушитель, например, можно работать на переднем отрезке глаза, восстанавливать форму зрачка, убирать пленочное образование в области зрачка и в стекловидном теле. Есть для этого специальные линзы для переднего витриума, среднего витриума. И работать с углом передней камеры, где находятся шлемы в канал или основной путь оттока жидкости из глаза, внутриглазной. То есть лечить глаукому, то есть реконструктивные операции, антигломатозные операции. И есть лазеры, прижигатели, коагуляторы у нас фирмы Найдек японская, и разрушитель лазер, и коагулятор 532 нанометра, очень хорошая длина волны, которая не повреждает, собственно, пигментные петели сетчатки, что хорошо. Потому что повреждение пигментного петелия приводит к тому, что отек сетчатки может увеличиться. Если будет атрофея пигментного петелия, он выводит жидкость из сетчатки. 532 самый, так сказать, рациональный для лазерной коагуляции длина волны. Ну и, собственно, если мы увидели, допустим, диабетическую ретинопатию, то есть ретина – это сетчатка, патия – это патология, то мы можем пролечить определенными методиками. При диабетическом отеке клинической значимости есть определенные методики. При пролиферативной ретинопатии – свои методики. То есть мы можем остановить потерю зрения пациенту, но правда ретинопатия и нефропатия начинаются практически одновременно. И вот с нефропатией здесь сложнее. Тут уже не заглянешь в почку, не уничтожишь на образованные сосуды и не уберешь отек. Поэтому, если мы видим ретинопатию, то особенно при первом типе сахарного диабета, наследственном, здесь, конечно, эндокринологи знают, как это лечить и что делать. Второй тип сахарного диабета обычно поражает, как правило, только центральную зону. Но могут быть явления и пролиферации гораздо реже. Тоже можно все это спасти пока, если мы найдем вовремя и будем работать. Но, конечно, совместно с эндокринологами, чтобы нормализовать давление артериальное, вести дневник диабетика. Все это знают пациенты, мы им проговариваем еще раз. Если мы что-то, допустим, можем сделать сами, то есть нужна какая-то терапевтическая проблема, мы, соответственно, направляем, говорим, куда нужно идти, потому что знаем, куда нужно идти. Мы стараемся помочь пациентам максимально. Пациент к нам ходит долго и получает, собственно, зрение, держит его. Ирина Сергеевна, я правильно понимаю, что здесь вообще большую роль играет именно оснащение клиники. И вы, как я понимаю, этим вопросом постоянно занимаетесь. И именно в вашей клинике есть такое какое-то очень нужное сегодня современное оборудование. Да, у нас целый парк лазеров. А сейчас мы получаем паскаль лазер уникальный, топхоновский, пардон, перебила, который можно работать паттернами, то есть не одиночными коагулятами, а целыми пачечками, там 8 на 8, 6 на 6, то есть закрывать какие-то логические очаги. Можно работать с кобой, то есть окружить разрыв сетчатки сразу же, одномоментно. Потому что бывает иногда пациенты, которые очень плохо, так сказать, реагируют на свет и очень плохо сидят. И когда им по одному коагуляту делаешь, то здесь приходится уговаривать и как-то там быстро все это делать. А тут можно достаточно быстро. Можно лечить паттерном, селективно делать тробикулопластику, то есть глаукому лечить. В общем, прекрасно. И потом там еще очень маленькое время воздействия на сетчатку. И пациент не чувствует никакой неприятных ощущений. Хоть и нет в сетчатке чувствительных нервов, но все равно, в общем-то, чем меньше время воздействия, тем менее каких-то неприятных ощущений. Так что ждем нового аппарата, уникальный, который, в общем, будет нам помогать работе. На самом деле, да, мы регулярно обновляем наше оборудование, мы следим новыми моделями, да, потому что офтальмолог без оборудования на самом деле не на многое способен. И оборудование, конечно же, это большая помощь. Можно теперь вам задать вопрос, потому что вы как раз, мы говорили тут и про подростковый, да, и про детский возраст. Вот скажите, пожалуйста, в каком возрасте вообще стоит привести ребенка на осмотр? На первичный даже, вот так, осмотр. Первичный осмотр должен осуществляться обязательно в один год. То есть это очень важный осмотр. То есть врач на широкий зрачок должен проверить оптику ребенка, то есть какая ему дана от рождения, и, соответственно, с этим предпринимать меры, если она нарушена. Потому что если меры эти не предпринять вовремя, то в дальнейшем может развиться такое состояние детского глаз, как амблиопия или косоглазие, что лечится уже гораздо сложнее. Если вовремя выявить нарушение оптики, исправить ее, то эти проблемы не разовьются. Соответственно, ребенок раньше снимет очки, и результат уже будет всегда лучше. Но так происходит далеко не всегда в Турской области. Часто на прием приходят уже только ближе к 5, к 6, к 7 годам. Тогда лечение этих проблем, косоглазие и амблиопия затрудняется, но оно реально, и зачастую мы успеваем до школы уже поправить амблиопию и косоглазие. Скажите, пожалуйста, если, допустим, врача поликлиники, то есть обычно родители привели в поликлинику, что-то настораживает? Ну вот что-то есть, то, что не дает полностью поставить идеальное зрение у ребенка. Что нужно в таком случае делать? Ну, здесь как раз о том, о чем говорили доктора, то есть у нас есть хорошее оборудование, на котором можно поставить более точный диагноз, то есть определить нарушение в сетчатке, в зрительном нерве, или, допустим, нарушение зрительной коры головного мозга, то есть в связи с какими-то неврологическими заболеваниями. У нас есть для этого оборудование электрофизиологическое исследование глаз, на котором мы можем выполнить зрительно вызванные потенциалы, электроретинограмму. И у нас есть микроскоп, на котором можно оценить состояние сетчатки на щелевой лампе. Такое оборудование обычно в поликлинике, тоже редкость. И мы можем даже выполнить оптическую конкурентную томографию сетчатки. Ребенку. Это тоже большая редкость в Твери. Для постановки точного диагноза, если проблемы не в оптике, а внутри, то есть на сетчатке, на ритном нерве. А сейчас наиболее, с какими вам приходится сталкиваться? Может, с патологиями? Или, допустим, это как-то связано, возможно, с тем, что гаджетов в жизни ребенка появилось большое количество, но они практически, можно сказать, живут с этими гаджетами, спят с этими гаджетами и засыпают в них. Самая частая проблема во всем мире – это не только у нас в стране, это везде, особенно в Азии – это миопия или близорукость. Сейчас количество близоруких людей увеличилось, так же, как и увеличилось количество высоких миопов, то есть людей с высокой миопией. Конечно, причина в том, что дети рано начинают пользоваться гаджетами. То есть оптимальный возраст – это все-таки уже окончание переходного возраста, то есть 12-13 лет, когда ребенок уже не навредит своему глазу. Конечно, многое зависит от генетики, то есть что дано ребенку. Некоторые дети могут сидеть, и у них не портится зрение. Но это обычно дальнозоркие люди, то есть у которых дано генетически плюсовое зрение. А если зрение эмитропии, то есть идеальное зрение, или у родителей есть миопия, то есть у детей склонность к миопии тоже, то, как правило, они уже, если сидят рано в телефонных планшетах, то и близорукость начинается рано. А опасность в том, что если близорукость началась в 7-9 лет, то это, как правило, уже ребенок высокий миоп, то есть планируется. То есть он уже будет таким, если не предпринять вовремя меры. То есть если не начать соблюдать профилактику, которая очень важна, которую я потом могу рассказать, если интересно. И есть лечебные методы, которые могут контролировать миопию. Я думаю, что о профилактике мы однозначно поговорим чуть позже. А можно сейчас с Ириной Валентиновной продолжить нашу беседу, наши вопросы? Скажите, пожалуйста, какие жалобы пациенты должны, ну, настораживают вас и позволяют предположить болезнь сетчатки глаза? Да. Пациенты больше боятся красного глаза, какого-то гнойного отделяемого из глаза. Но совсем не обращать надо внимания на сетчаточные проблемы. Значит, какие жалобы? Первое. Не хватает, стало не хватать освещенности. Пропадает какая-то цветность, то есть цвета стали неяркими. Пропадают буквы, когда при чтении, искажение букв или предметов, метаморфопсия называется по-нашему, значит, искажение вот этих, сверкание, навязчивое в глазу, потому что сетчатка, если она двигается, если она разорвана, или ее касается какое-то помутнение, она будет давать свет, она боли дать не может, зрительный нерв боли не проводит, он только проводит свет. То есть зрительный нерв — это, так сказать, нейроны сетчатки, клетки сетчатки, которые собираются в пучок и идут в головной мозг. В головном мозге это уже будут там зрительные тракты, зрительный нервный путь, который заканчивается в коре головного мозга, в затылочной доле и видит, в принципе, не глаз, а мозг. Но хотя зрение начинается с сетчатки. Сетчатка — это как фотопленка в фотоаппарате. Глаз имеет преломляющие среды, это роговица глаза, хрустали, которые преломляют лучи света от предметов, которые находятся вокруг нас. Мы поэтому и видим, потому что фотоны света попадают в сетчатку, разрушая зрительные пигменты, и сетчатка подает сигнал в мозг, который анализируется уже мозгом. Ну и так, но несутся, ни про этого не спросили. Вот я рассказала, или нет, кое-какие жалобы пациентов. Плавающие нитки, точки, вот, тем более, если они прибавляются, как табачная пыль, значит, это пигментные петели, значит, попадают в стекловидное тело через разрыв сетчатки, который может быть. Вот эти жалобы, они достаточно тревожные. И они бывают даже у пациентов, которые хорошо видят вдаль, приходят, вот, у меня сверкание, находим разрывы, приходится обрабатывать их, слава богу, что мы их находим вовремя, иначе приходится оперировать отслойку сетчатки, это достаточно сложно, все и проблематично. Вот. Ну, вот такие основные жалобы. Что такое возрастная макулярная дистрофия? И Ваша клиника занимается лечением этого заболевания? Возрастная макулярная дистрофия, это хроническое прогрессирующее заболевание глаз, возникает после 50 до 80 лет, в 90 лет, говорят, у каждого четвертого можно будет найти. Это по данным нашей статистики, не нашей личной клиники, а, собственно, российской. Каждый 20-й россиянин в возрасте может попасть в эту категорию пациентов. В основном болеют женщины в два раза чаще. Считается, что после, так сказать, периода начала клевокса уменьшается количество женских гормонов эстрогенов, которые помогают защититься от артериосклероза. Вот. И больше женщин, да. Заболевание протекает в... Да, и еще. Наследственный фактор обнаружен тоже. То есть это наследственное заболевание, которое проявляется на 6-7-8 декаде жизни. В нем достаточно трудно воздействовать. Полной слепоты, сказать честно, не бывает, но как она начинается, сухая форма, например. Я уже говорила, не хватает цветности, стало как-то все тускло. Немного может понижаться зрение. В начальных стадиях атрофической болезни вот этой вот атрофической формы возрастной макулинарной дистрофии зрение может достаточно быть высоким долгое время. Влажная форма дистрофии, стеколь-печатки, она сопровождается нарушением четкоцветности, понижением зрения, появлением искажений предметов, выпадением букв. Потом появляется, если не лечить, прозрачное пятно перед глазом в центре. А потом оно заменяется черным пятном, и зрение четко снижается. Дело в том, что глаз у нас имеет центральное зрение и периферическое. Центральное зрение – это всего лишь 500 микрон в центре макулярной зоны. 500 микрон – это половина миллиметра. Вот я смотрю, допустим, на текст, я его читаю. Или даже смотрю на вас, я вас вижу. А так я вижу, когда смотрю уже не центром, что человек сидит, но я не вижу четко глаз и так далее. То есть центральная сетчатка поражается при макулярной дистрофии. Центр макулярной зоны. Макулярная зона – это 5 миллиметров на 5,5 между диском и наружными верхней и нижней сосудистыми дугами. И только 500 микрон этой зоны имеет очень высокое зрение. Вот. И его надо сохранить. Иначе чтение, конечно, невозможно. То есть получается, мы можем и сохранить как-то все равно. Мы можем сохранить. Что-то сделаешь? Значит, что надо сохранить? Если для этого нужен оптический конкурентный томограф. Для того, чтобы найти начальные стадии старческой дистрофии сетчатки, у нас есть программа в топконовском томографе Друзы. Мы можем сделать не только сагитальный срез сетчатки и посмотреть ее как будто как гистологический срез, биологический ее. Это не рентген, это просто световой поток проходит через сетчатку и анализируется в двух проекциях. Мы можем видеть слои сетчатки. Они имеют все структуры, наружные слои. Они отвечают за именно образование светового импульса. А внутренние слои образуют уже зрительный нерв. Мы можем их всех просмотреть. Можем найти истончение внутренних слоев на глаукому. Есть определенные глаукомные программы. А макулярная дистрофия. Мы, конечно, занимаемся макулярной зоной. Смотрим, есть ли отек сетчатки, есть ли под сетчаткой на образованные сосуды. Потому что отек сетчатки при возрастной макулярной дистрофии, эксудативной или очечной форме появляется, если под сетчаткой появляются на образованные сосуды. Они появляются с целью благой для улучшения кровообращения сетчатки в этой зоне. Но, к сожалению, на образованные сосуды не имеют полноценную стенку. Они пропускают элементы крови. И там, где они есть, в их проекции отслаиваются пигментные петели, и появляется отек. То есть они подают в сетчатке клетки крови, которые быть там не должны. И они потом, эти клетки, преобразуются в рубцовую кожную ткань. Разве кожная ткань может пропустить случай света? Значит, эта зона будет полностью зарубцована. Пока она не зарубцована, кстати, можно бороться за то, что мы имеем. Если у нас пациент приходит, участвует 0,6 зрения, мы его сохраняем. Если приходит 0,1, мы говорим, что, то есть шеи Б, одна строка, что будем сохранять это зрение. Иначе бывает счет пальцев у глаза только. Да, периферия работает, полной слепоты не бывает. То есть он видит дверь, он видит что-то еще. Но вот эти черные пятна перед глазами многих очень удручают. У нас пенсионеры очень такие продвинутые, нужно читать постоянно, они расстраиваются. А птическо-агерентный томограф в общем-то можно дать еще не только сагитальный средств, но и томографический. То есть мы можем посмотреть, на каком уровне у нас какие проблемы. Лечение оксидативной формы сейчас методики разработаны введением внутрь глаза, в стекловидное тело глаза, в условиях операционных препаратов, которые тормозят ангиогенез локально в глазу. Ангиогенез вообще-то вещь хорошая. Допустим, произошел инфаркт или инсульт. Фактор роста сосудов, нашел их там несколько факторов, не было говорить, там их много. Вот, значит, находит зону плохого кровообращения и начинает из рядом с лежащих сосудов растительно образованной с целью улучшения кровообращения. Если 300 микрон толщина отека в мышце сердца, никто об этом не знает, даже в мозге. Но у нас это катастрофа. У нас сетчатка центральная 200 микрон. Если она будет толще, если там будут лишние клетки, значит, затуманивание зрения, и потом все это преобразование в рубцовую ткань и гибель вот этой флаголерной зоны и потеря центрального зрения. Значит, уколы в нашей стране зарегистрированы три вида. Мы их все применяем в нашей клинике. Это препарат Вастин, который разрешается, наш ВОЗ при макулярной дистрофе эксклюзативной формы и диабетическом макулярном отеке. Тоже очень хорошо помогает. Вот. И из него сделан Луцентис препарат. Значит, чем отличается Вастин от Луцентиса? Ну, Луцентис — это как бы очень-очень офтальмологический препарат, сделанный из препарата Авастина. Авастина применяется для лечения раковых опухолей. Если вводится он внутривенно, то раковые опухоли, но образованные сосуды опухоли разрушаются, и опухоль разрушается. И в 2005 году, собственно, впервые стали применять его для введения в стекловидное тело глаза, и многие врачи считают его очень эффективным, и мы знаем, что этот препарат эффективный. Вот. И я даже помню, где-то года два назад профессор из Лазарны сказал, у меня тоже есть компания, акции на ВАРТИС, но я считаю, что Авастина очень, так сказать, эффективный препарат для лечения дистрофии. Или препарат фирмы Байер Афлиберсепт, тоже очень хороший препарат. Он хорош тем, что после трех уколов, там методика 3-детекстенд, можно делать перерывы. При Авастина, да, бывает, надо делать, хотя тоже индивидуально. У меня единственная пациентка была, которую я сделала три укола, потом еще два, через месяц, и у нее полностью все прошло. Иногда приходится колоть препараты до двух лет. С перерывами 4 месяца в конце, это мы смотрим по УСТ, без УСТ совсем нельзя наблюдать возрастную дистрофию, и благополучно лечим, к нам ходят пациенты, мы эти препараты делаем. Ну, то есть, я так понимаю, что вообще у вас можно прийти и получить очень высокотехнологичную помощь именно в вашей клинике. Да, и вот, если я к нам это направляю, потому что оборудование у нас абсолютно уникальное. То есть для двери у вас уникальное, в том числе как стандартное, так и уникальное. Ирина Валентиновна, скажите, пожалуйста, какие вообще наиболее актуальные проблемы в офтальмологии? Вот сейчас вы бы выделили. Асоциально значимая проблема. Ну, нарушение кровообращения в сосудах сетчатки у нас достаточно много стало тромбозы ветвей центральной вены сетчатки, реже артерии сетчатки. Если зрение у пациента с гипертонической болезнью медленно ухудшается, медленно, это может говорить о том, что заторомбировался венозный ствол или центральной вены сетчатки, или его ветви. Лучше сразу же обратиться и посмотреть, что это такое. Поэтому чем раньше начато лечение, тем лучше. Ну, как видите, сосудистые забивания стоят на первом месте. Очень актуальна возрастная макулярная дистрофия, потому что она помолодела. Раньше считалось все-таки 50 лет, после 50 до 80. Сейчас уже у нас есть пациенты, которым мы 45. Провоцирующими факторами являются артериосклероз, курение, гипертоническая болезнь. То есть совместно здесь все. Диабет, много диабета. Да, диабет, проблема огромная. 250 миллионов, по-моему, уже диабетиков. И есть еще, наверное, сколько-то миллионов, которые особенно у нас бывают, так сказать, в России, не диагностированы. Они еще не знают, что у них диабет. Они приходят нам на консультацию, мы находим у них заболевание сетчатки. Они не знают, что у них сахар 12, 15 и больше. Это очень актуально. Ну, хорошо, что сейчас есть методики лечения. До 2005 года, пока не было Авастина, методик лечения эксклюзативной дистрофии вот этой возрастной мукулярной не было. Потом уже подошел Луцентис, потом Флиберцепт. Есть очень хороший препарат Азордец. Это дексаметазон, противовоспалительный столбик такой лекарственный, вводится внутрь глаза при нарушениях кровообращения в венозной системе, как правило. При сахарном диабете, при кровоизлияниях тоже применяется для снятия отека. Особенно у женщин, которые больны диабетом и решили беременеть. Там надо наблюдать очень внимательно. И дексаметазон можно. Ингибитор ангиогенеза нельзя им вводить, конечно. Ингибитор ангиогенеза — это Авастина, Афлиберцепт, Луцентис. Вот это актуально. Вы знаете, в глазных болезнях, я не знаю, все актуально. Правда, мистер Белый? Столько всего. Столько всего, что даже не скажешь. Сейчас, наверное, большое количество и самих болезней, да, тоже, я думаю, что есть. Вы имеете больше, да? Которые раньше просто не диагностировались, скажем так. Из-за того, что не было такого вот... Таких возможностей, да. Я работаю здесь давно, в 78-м году закончил институт. Я вспоминаю, как мы работали без оборудования. И сейчас это удивительно. И что мы можем видеть, и как мы можем помогать пациентам. То есть повысился уровень именно помощи, самоэффективность? Ну, конечно, оборудование все другое стало. И микроскопы другие, и лазеры другие. И вот... Еще был коагулятор Мейер Швейкерата такой огромный у нас в областной клинической больнице, здоровенный. Надо было его так вот, как в космических этих самых войсках, я не знаю, что так разворачивать, и пациенту стрелять огромнейшим пятном. А сейчас мы можем брать 50 микрон, выбирать дозированно. Мы можем брать современной отрезок абсолютного воздействия, и мощности, и размер пятна, и теперь уже бить паттернами, когда нужно. И очень рисовать что-то, потому что... А вот в связи с этим, скажите, пожалуйста, приходится как-то учиться на новом оборудовании работать? То есть вот помимо того, что следить за новинками, ну, то есть за тем, что появляется новое обучение какое-то, вот у вас сотрудники у вас проходят? Конечно же, как и везде, раз в пять лет мы обязательно учимся, и помимо этого отправляем наших врачей на какое-то дополнительное образование, и плюс, когда мы что-то закупаем, обязательно приглашаем, ну, как-то не закупаем, мы обязательно приглашаем на рабочее место, нас обучают на рабочих местах. А сколько у вас вообще в клинике врачей? У нас в штате 17 врачей-офтальмологов, три кандидата медицинских наук, подавляющее большинство это врачи высшей квалификационной категории, ну, и также молодые, перспективные врачи, доктора. На самом деле это прекрасно, когда сочетается опыт и мудрость такая, и молодость, амбиции, перспективы. У нас есть с кем посоветоваться в клинике, есть кому передать опыт, и мы живем такой большой дружной командой, помогаем всячески друг другу в профессиональном плане. Вот, и из 17 докторов у нас четверо, это только детские офтальмологи, вообще детская офтальмологическая клиника, это наша особая гордость, потому что начиналась наша детская служба в клинике в виде детского офтальмологического кабинета, потом она разрослась, и, в общем-то, на сегодняшний день это отдельная клиника в отдельном здании, вот еще раз повторю, четыре врача-офтальмолога, метеостринский состав, физиокабинет, тоже оснащенный современным оборудованием, процедурный кабинет. Ну вот, в таком случае, так мы уже перешли тогда к детской офтальмологии, Алексей Юрьевич, вы как раз сказали о профилактике, это действительно очень важный вопрос, потому что нас сейчас смотрят, да, и родители, которые озабочены тем, что у детей сейчас наблюдается резкое снижение зрения, потому что я, ну, действительно, вот скажу, что они с гаджетами не расстаются, то есть это если только урок, какой-то вот перерыв, если на уроке не дают вот этих телефонов, там, или еще что-то, но это они прочно вошли в нашу жизнь, а в подростковом возрасте это еще сильнее развивается, да, то есть вот что можно все же сделать, предпринять что-то такое? Ну, профилактика во всем мире, то есть она стандартна, то есть важно, чтобы ребенок, кроме того, что вот он учится дома, еще в гаджетах какое-то время находится, то есть он должен гулять на улице, то есть это одна из основных профилактик, то есть это всегда так было, то есть в идеале час-полтора, хотя бы минимум, точнее, минимум в день, то есть ребенок должен выходить на улицу, потому что тогда свет выпадает в глаз, на сетчатку, это хорошо, то есть для ребенка, для развития его зрения правильного, он смотрит вдаль, опять же, это важно, потому что в основном дети сейчас все в помещениях находятся, то есть аккомодация, она не успевает отдыхать, и поэтому вот стала такой частой проблемой близорукость, то есть так как все вблизи, то есть это действительно социальная проблема. Конечно, планшет телефона, стараться работать на минимальной яркости ребенку, то есть не надо ему давать большой яркости, нужно, чтобы он держал хорошую дистанцию, то есть 33 сантиметра, то есть не лежа, не близко к телефону, и время, то есть время работы для, допустим, 7-летнего ребенка, это всего лишь 15 минут 3 раза в день, для 10-летнего это 20 минут 3 раза в день, а до 13-ти в идеале это по полчаса 3 раза в день, то есть такие нормы дают нам институт близорукости, но, как правило, это не соблюдается, и мы имеем дело вот с миопией, тогда мы приходим к лечению, то есть уже проблемы. Ну, вот за ваше время работы увеличивается количество деток? Да, я хотя работаю всего лишь 6 лет, то есть офтальмологом детским, но возраст помолодел, то есть раньше в основном, когда я начинал работать, это было 10-12 лет, то есть начало миопии, а сейчас это 7 лет, то есть зачастую, то есть иногда мы даже видим меньше, когда начинается близорукость, ну и, соответственно, степень увеличивается, и количество близорукостей у детей увеличилось, да, это факт. А вот скажите, пожалуйста, питание как-то можно вот тоже разнообразить детей? Влияет ли вообще питание на улучшение зрения? То есть, ну, сами понимаете, да, что родители стараются, там, ребенку то черники, то морковь, то есть что это все будет влиять на улучшение зрения. Так ли это? Влияет ли продукт питания и вообще питание на улучшение? Ну, рациональное питание, оно должно быть, то есть в рацион ребенка должны входить овощи, фрукты, действительно, черника, морковь, орехи, шпинат, Это рекомендуется, но доказательных данных нет, что это как-то, даже если это все вводится, и при этом ребенок сидит в телефоне, то из-за этого у него не будет близорукости. То есть все равно, конечно, это не основное. Все равно это образ жизни, все равно получается, что образ жизни надо поменять. Можно задать тогда профессионалам, специалистам вопрос такой, что сейчас порой просто некогда сходить к врачу, показаться, а бывает такое, что чувствуешь, что зрение как-то уже ухудшается, как можно себе, может быть, помочь, или тоже в это и занятие может быть, потому что вот сейчас у многих со спиной проблемы, вот как-то сказываются ли проблемы с позвоночником, на зрение, взаимосвязано это вообще? Может быть, у детей связано, потому что, опять же, осанка страдает у детей, то есть они близко наклоняются, то есть у них сколиоз очень многих. И, конечно, это тоже фактор предрасположенного к развитию миопии, то есть искривление осанки и близкий наклон. А у взрослых людей можно как-то провести такой же связь? Стохондроз вырушает кровообращение. Да, шейный остеохондроз, там есть позвоночные артерии, две. Они сдавлены не какими-то там солевыми отложениями, а, собственно, мышцами, при неправильном положении головы, допустим, у компьютера, когда сидят, ухудшается кровообращение зрителя нервного пути. Ну, собственно, так, чтобы обычно заболевания общие, вот гипертония, артеросклероз. То есть только эти вот, когда уже серьёзно это делают? Да, потому что всё-таки у молодых функционально здесь как-то можно всё в организм как-то подстроиться. Здесь, когда уже просвет сосуда сужен, склерозирован, крови меньше подаётся. Вот. Ну, сосудистые хирурги есть. Делаем УЗИ брахицефальных сосудов в шее. Если там есть мляшки какие-то с травматическими массами, сейчас сосудистые хирурги хорошо удаляют. Вот. То есть вот такое обследование, оно тоже, я знаю, что входит. Вот даже люди приходят, делают УЗИ, правильно? Если вот есть ещё УЗИ сосудов в шее. Да, есть УЗИ сосудов в шее, да, брахицефальных сосудов. Кстати, есть очень у молодых мужчин с артеросклерозом, с повышенным весом, есть такой фугасный амавроз, амаврозис фугас, амаврозис – это пульс потапа в латыни. Значит, если, допустим, он едет на машине, резко поворачивает голову, и у него вдруг затуманивание зрения, он не видит, и быстро восстанавливается. Что это такое? Это тромбы из сонных артерий. Сонная артерия – высокое, собственно, давление. Бляшки такие, если есть там теросклеротические бляшки, тромботические массы там не фиксируются, они такие размытые. То есть они могут отрываться, но быстро рассасываются, зрение восстанавливается. Но при амаврозис фугас нужно идти к сосудистому хирургу и смотреть шейные сосуды, брахицефальные сосуды. Мы тоже есть такие вещи. Приходят и говорят, вот я вот еду, еду, вот так повернусь, и к сосудистому хирургу, пожалуйста, находит, помогает. То есть все, если в свое время работает? Все взаимосвязано, да. Грозительный анализатор многое может показать и рассказать, и жалобы тоже. И не стоит просто не реагировать, наверное, на такие вот проявления. Скажите, пожалуйста, какой у вас, так скажем, перспективы какие-то есть? Вот все равно какой-то план мы составим даже на этот год. А вот у вашей клиники дальнейшее развитие или приобретение, допустим, какого-то еще оборудования? Мы вот как раз-таки совсем недавно проплатили новый лазер. Тарина Валентиновна уже упомянула о нем. Также у нас идет, да, на подходе новый оптический гагерентный томограф. И теперь у нас их будет два. Один будет во взрослой клинике, другой в детской клинике, что-то очень важно, потому что детские офтальмологи тоже хотят наблюдать замечательные детей на более высоком уровне. Также месяц назад к нам пришел фемтолазер. Это тоже, как бы, мы ушли на новый уровень проведения к семерлазерной коррекции зрения. Если сначала мы совершали операцию по коррекции, формируя лоскут на роговице с помощью микрокератома, то есть с помощью лезвия, грубо говоря, то теперь мы формируем этот лоскут именно фемтолазером. То есть он пузырьками воздуха расслаивает, мягко расслаивает роговицу и позволяет формировать нужный лоскут, нужный для нас толщины, скажем так. То есть показания коррекции зрения увеличились, да, Ирина Натина, так можно сказать? То есть больше пациентов теперь имеют возможность сделать эту операцию. с высокой степенью близорукости, но тонкой роговицы. Раньше мы этим пациентам отказывали, сейчас, пожалуйста. Расширяется спектр ваших возможностей, и я так понимаю, что это дает возможности пациентам, кто к вам обращается, получить помощь даже при разных случаях. Абсолютно. Спасибо большое вам за то, что нашли время, пришли к нам в программу, к нам в студию и ответили на наши вопросы. Было очень интересно, потому что действительно не задумываешься даже вот о том, о чем сказала Ирина Валентиновна, когда повернешь голову, да, и, ну, или вот люди, может, вы сейчас как-то услышали это и подумали, нет, действительно, нам нужно как-то обратиться в врач. Да, да, не стоит не реагировать на это. Спасибо за ответы на вопросы на наши. Спасибо вам. И всего хорошего. До новых встреч. И все хорошего.